Воскресенье 28 января На мой взгляд, акция получилась не очень впечатляющей. И сама постановка вопросов деструктивна. Бойкот выборов, мне кажется, это не по-государственному и бессмысленно. Не случайно даже Собчак, она дистанцировалась от акций Навального, обращает на себя внимание, что активное участие в подобных мероприятиях принимает молодежь. И это не случайно. Именно на это, на мой взгляд, и делает ставку сам Навальный. Когда ориентируешься в позициях организаторов, то они напрямую утверждают, что через молодых они должны достучаться до уже зрелого населения. И такая тактика, она связана с тем, что сегодня молодежь, а эта молодежь выросла, по сути, в постперестроечный период уже целиком и полностью, она выпадает из той матрицы базовой, которую несет, скажем, наша телевизионная сетка. Но она находится по преимуществу в смартфонах и социальных сетях. А там информационное поле иное. Поэтому, если говорить о тактике на будущее, то, конечно же, на мой взгляд, руководство страны должно сегодня более внимательно отнестись вот к этой информационной площадке, поскольку зачастую она перехватывается нашими оппонентами, по сути, оппонентами нашей государственности. И молодежь, в общем-то, очень умело посажена на вот эту, если угодно, такую дофаминовую иглу, если можно так условно назвать. Потому что воздействие, которое оказывают социальные сети на молодежь через смартфоны, она однозначно эквивалентна воздействию наркотиков. И сопряжено с выделением гормона удовольствия, дофамина. Ну, это, по сути, предшественник адреналина. Этот вопрос очень глубоко изучался в свое время организаторами социальных сетей. И не случайно, допустим, Билл Гейтс или Стилл Джобс, они жестко ограждали своих детей от воздействия телефона. И сейчас, даже если взять такие наиболее престижные и думающие перспективы учебной изведения соединенных штатов, то они возвращаются к Новородденскому и Карадашану, дабы не уродовать психику детей. У детей формируется представление о возможности пребывания в разных плоскостях одновременно. Они видят себя способными к решению большого количества задач. К сожалению, ни в одну из них они серьезно вникнуть не могут. И вот эта поверхностность, она делает их очень уязвимыми для воздействия таких, скажем, политиков, как Навальный. Дело в том, что Навальный – это прежде всего эмоции, без фактуры. И молодежь, которая ходит не в поддержку Навального, и вовсе там не на борьбу с коррупцией. И, конечно же, для работы со школьниками, студентами, наши государственные системы информационные, они должны перехватывать технологии решения этих задач, но уже на здравой конструктивной основе. Но это вот мы коснулись таких тактических, если угодно, задач сегодняшнего дня. Но, конечно же, вот такие протестные акции, они заставляют задуматься и о концепции развития страны, представленной, в общем-то, сегодня практически в информационном поле по всем направлениям жизнедеятельности общества. Это и экономика, и управление, чего стоит только достаточно общественное управление, которое вот издано у нас. Это универсальный язык общения управленцев из любых сфер жизнедеятельности общества. Она дает принципиально иной взгляд на возможности решения государственных задач. Ну и вопросы психологии, вопросы социологии – все разработано на принципиально новом уровне. Я бы хотел обратить внимание вот на шеститомник «Основы социологии». Это действительно основа для становления прежде всего молодого поколения нашей страны. Но эти материалы, они пока не стали предметом детального изучения нашей отечественной системы образования. И это во многом является, может быть, такой стратегической проблемой нашей государственности. Потому что земной шар вступил в новую эпоху. В соответствии с законом времени произошла смена логики социального поведения. Когда технологии, господствующие на земном шаре, стали обновляться. До этого времени прекрасно справлялась задача информационно-кодирующая педагогика. А сегодня задачки подготовки нового поколения, способного решать задачи уже в этом новом информационном состоянии, можно решить, опираясь на методологическую педагогику. Но, к сожалению, даже вот сама лексика пока еще не стала достоянием ни системы образования нашей, ни государственных органов управления. Во многом мы проигрываем в работе с молодежью из-за отсутствия единого мировоззренческого стандарта системы образования. Действительно могут быть разные взгляды, разные учебники, но они должны быть сформированы на базе единого мировоззренческого стандарта. И, конечно же, Россия такая страна, которая несет в себе цивилизационное начало. Человек может быть западным, может быть восточным, может быть русским. Так вот, понимание этой цивилизационной особенности русского человека, имею в виду не национальность, а воззрение, образ мыслей, состояние души, и вот особенность этого мировоззрения, она должна быть четко отражена в нашей системе образования. А стержнем является, конечно же, идея справедливости. К великому сожалению, сегодня наш экономический блок идет в разрез. Вот с этой идеей, характерной для нашей цивилизации, а молодежь, ведь она тоже генетически принадлежит к русской цивилизации, осознает она это или нет. И вот многие протестные настроения, они могут быть увязаны с отсутствием адекватного восприятия, восприятия, происходящего по отношению к тем генетическим требованиям, которые формируются в душе родившегося и живущего на нашей земле. Не учитывать это же невозможно. Поэтому мозаичная картина мира в местном козероскопическом сознании это, безусловно, основа для формирования здорового, мощного ядра нашей молодежи. Безусловно, оно сегодня умело формируется. Я очень многое увидел и в делах по работе, с рабочей молодежью, и с теми процессами, которые в Сочи проходили в работе с молодежью. Но зачастую там недостает вот именно такой мощной, концептуально-мерозвращенческой, методологической основы. Сегодня молодежь способна к освоению этой информации. Отсутствие этих информационных модулей в системе образования является, конечно, сегодня таким серьезным тормозящим фактором на этапе формирования, по сути, новой нашей российской государственности, базирующейся на концепции 21 века. Сегодня очевидно, что мир дальше жить так, как он жил, уже не способен. И как жить дальше, это и ставлено в материалах концепции общественной безопасности, в той литературе, которая издается концептуалом. Хочется верить, что эта информация станет достоянием официальной нашей системы образования. И тогда многое у нас пойдет иначе. И такие политики, как Навальный, будут получать все меньшую и меньшую поддержку молодежи. Я хочу пожелать нашей молодежи осваивать концептуальные знания. И тогда у России мы будем иметь глобальное стратегическое будущее. Успехов нам в решении этих глобальных задач. Узнай больше на концептуал РФ.